Субтитры сделал DimaTorzok Немножко поснимал, посмотрел, как она себя ведет и понял, что родного аккумулятора хватает на полтора часа, не более. Для того, чтобы пользоваться камерой в полной мере, ну в частности, я снимаю под водой, на подводной охоте снимаю рыбку, пейзажи, красоту снимаю. И мне полтора часа очень-очень мало. Поэтому я заказал себе дополнительный аккумулятор, который пристегивается вот сзади, но этого оказалось мало, потому что, ну знаете, охота что-то поснимать, скажем так, по дороге на водоем, да, то есть саму дорогу, может быть, погоду, снег ли это, зимой ли это, жара ли это летом, ну как бы, сами понимаете, да, может быть грязь какая-то непроходимая. Ну, это интересно. Ну, по крайней мере, мне вот, ну просто одни подводные съемки не очень интересны. Интересно видеть полную картинку, знаете, такой мини-фильм. То для этого я приобрел еще один аккумулятор. Когда я его приобретал, я думал, что ух, как классно, потому что, смотрите, на родном аккумуляторе, на родном аккумуляторе у нас написана емкость 1050 мАч, а вот на дополнительном аккумуляторе, который я купил, написано 1600 мАч. То есть, ну, в принципе, вот этих два аккумулятора я уже сравнивал. Давайте в уголке размещу ссылочку на видео. По идее, вот этот аккумулятор должен, потому что написано работать час 40, час 42, да, по своей емкости, которая заявлена, а работает он на самом деле час 15 или час 16, не помню. Родной аккумулятор работает час 33, по-моему, и имеет емкость 1050 мАч. Ну вот, буквально пару дней назад мне в личных сообщениях написал человек письмо такого плана, что Руслан, здравствуйте, являюсь вашим подписчиком, живу в городе Николаеве, ну и как бы... Благодаря вашим видео купил себе камеру GoPro, также у знакомых многих есть камера, ну и стал вопрос, вот в дополнительных аккумуляторах, видел ваше видео, где вы вот тестите этих два аккумулятора, и что вот аккумулятор за 300 гривен оказался никакой. Хочу вам в качестве, скажем так, подарка отправить аккумулятор, который, ну, действительно, будет не хуже, чем родной аккумулятор, ну и цена его 150 гривен, говорит, я ими торгую, ну, вам, в принципе, говорит, хочу отправить в качестве подарка, можете потестировать. Ну, в принципе, чем я сейчас собираюсь заняться, вот он, этот аккумулятор, то есть, ну, давайте покажу вот так вот, наверное, да, вот так мы их разделим. Родной аккумулятор GoPro, который шел с камерой, стоит на официальном сайте gopro.com.ua, стоит 407 гривен. Вот этот вот китайский, на котором заявлена повышенная емкость, стоит этот аккумулятор у нас 300 гривен на официальном сайте, ну, и этот аккумулятор, вот человек говорит, я ими торгую по 150 гривен, ну, я не знаю, в принципе, цена неплохая, но боюсь, боюсь разочароваться, знаете, то есть, ну, человек говорит, что у него действительно работает, там, на пару минут всего лишь хуже, чем GoPro родной аккумулятор. Что я сейчас собираюсь делать? Сейчас я собираюсь делать следующее. Собираюсь опять взять вот этих два аккумулятора, GoPro и китайский, и еще раз, еще раз, скажем так, протестить их, загнать их в камеру, опять поставлю его в бокс, потому что буду параллельно работать, чтобы пыль не летела, чтобы не забивались эти вот все технологические отверстия пылью. Поставлю его в бокс, поставлю, он будет снимать одну и ту же картинку, все три аккумулятора пройдут цикл полной разрядки, они все сейчас заряжены под завязку, то есть, я все три аккумулятора зарядил, после чего аккумулятор сел, я вытаскиваю флешку, вставляю в ноутбук, захожу в свойства флешки и смотрю, сколько длительность видео, какая длительность видео на каждом аккумуляторе, ну и зафиксирую эти данные, после чего поделюсь, скажем так, этими данными уже с вами. Ну, в принципе, как-то так. Ну, и если аккумулятор действительно так хорош, как говорит хозяин аккумулятора, ну, то я тогда уже дам ссылку на его видео про вот эти вот аккумуляторы. Если аккумулятор ни о чем, то, естественно, ну и смысла делиться информацией, это будет информация не полезная, это будет информация ни о чем. Типа рекламы, знаете, пустой и ни о чемной. Пустышки я выкладывать не собираюсь, то есть, если действительно аккумулятор покажет себя достойно, то тогда, конечно, это будет информация полезная, и я бы приобрел такой аккумулятор. Ну, представляете, да, 300 гривен и на 15 минут меньше. Ну, а здесь 150 гривен, ну и хозяин заверяет, что аккумулятор действительно бомба. Давайте проверим, в принципе, что я делаю. Карточка предварительно была отформатирована, сейчас я ставлю, давайте начну с родного. Ставлю сначала GoPro, потом поставлю вот этот вот китайский, и потом уже поставлю китайский за 150 гривен. Вопрос в чем еще, что некоторые люди мне писали под тем видео, что аккумуляторы еще разгонятся, скажем так, наберут свою емкость. Вторые же отписывают, что русик никакой емкости не будет, потому что аккумуляторы литиевые, и они не разгоняются. То по этой причине, как бы, даже не жди. Вот как есть сейчас, тогда я, когда снимал данное видео, у меня аккумуляторы были новые, и вот цикл заряд-разряд, вот этот, они прошли всего лишь два раза. То сейчас у меня аккумуляторы, ну, сейчас уже, наверное, месяц прошел, а то и больше. После того видео, наверное, больше, чем месяц, наверное, месяца два уже прошло. То есть аккумуляторы разряжались-заряжались, вот этот цикл заряд-разряд уже был раз 20, наверное. То пробуем. Включаем камеру. Карточка предварительно форматирована. Ставим на запись. Ну, и вот я сюда в уголочке у себя поставлю. Пускай она снимает просто киоск. То есть картинка, опять же, будет, информативность картинки будет одна и та же, то есть не будет темнее, светлее, то есть картинка будет одна и та же для чистоты эксперимента, то есть направлена камера будет в одну сторону с одного и того же расстояния. Ну, в принципе, пока нажимаю на паузу, включусь, вернее, не на паузу, а выключаю пока камеру, потому что это будет, ну, как минимум часа четыре, а то и пять. Пока все. Итак, привет, народ. Почему здороваюсь? Ну, потому что все происходившее ранее происходило вчера. Сегодня уже новый день. Ну, потому что эксперимент у нас длился довольно продолжительное время, поэтому снимаю окончание сегодня. Вчера я вот сделал себе такую табличку. В принципе, ну, давайте и с вами поделюсь. Ну, первое, о чем хотел сказать, что аккумулятор литиевый действительно не разгоняется, то есть нет у него такого свойства, что там, допустим, мы первых два раза зарядили его, да, и он слабенько. Слабенько, скажем так, не раскачан, да, после двадцатого, допустим, вот этого цикла заряд-разряд, он будет, вау, емкость наберет. Нет. Я тогда на новом аккумуляторе проверял, время работы было его час тридцать три. Сейчас только что специально пересмотрел видео. Точно так же продолжительность работы GoPro аккумулятора, смотрите сами, час тридцать три. Три секунды мы округляем. Следующий аккумулятор у нас был тот самый китайский аккумулятор, который стоит 300 гривен. Его результат, смотрите сами, час шестнадцать. Ну, восемь минут мы тоже округляем. То есть, как он тогда вот на час шестнадцать был, то и сейчас точно так же, он час шестнадцать ни на йоту не поднялся. Ну, и третий аккумулятор, который 150-рублевый, скажем так. Ну, этот действительно, товарищ меня удивил. Почему? Да все просто, смотрите сами. То есть, час, ну, если округлить, то двадцать девять минут. В принципе, очень близкий показатель. Четыре минуты разница с аккумулятором оригинальным от GoPro. Это очень шикарный показатель, я считаю. Потому что, ну, смотрите, да, этот 300 стоит и работает на 15 минут меньше. Этот стоит 150 и работает на 15 минут дольше. Это показатель лично для меня. Что хочу сказать. Ну, я обещал, что если аккумулятор покажет себя неплохо, да, а он показал себя очень даже хорошо, то размещу ссылку под видео. Ссылка под видео на видео, вот, хозяина об этих аккумуляторах. В принципе, я считаю, что это полезная информация, и полезной информацией нужно делиться. Ни разу не реклама. Так что, как-то так. Никто меня не просил делать это видео. То есть, человек просто мне прислал аккумулятор, говорит, русик, действительно, за смешные деньги, но действительно хорошая вещь. Поэтому соглашусь с ним, действительно, за 150 рублей вещь вообще шикарная. Но, тем не менее, я посмотрел на ebay, сколько стоит этот аккумулятор. Данный аккумулятор стоит от 6 до 10 долларов на ebay. Это без зарядного устройства. Зарядное устройство, оно там стоит что-то до 15 долларов. Ну, кстати, да, нужно будет заказать себе отдельное зарядное устройство, потому что в камере заряжать лично мне аккумуляторы не очень удобно. То есть, было бы удобнее в отдельном заряднике зарядить, а потом заряженный аккумулятор уже только поставить в камеру. Ну, в принципе, как-то так. Ну, давайте я вам также вот эту картинку общую покажу, чтобы вы могли сравнить. Ну, в принципе, как-то так сегодня. Коротенькое такое видео постарался сделать, не растягивать, не тянуть кота за хвост, да. Если видео считаете полезным, естественно, можно ставить палец вверх. Ну, всё, пошёл работать, потому что работаю мне не по чатой краю и делать ничего не успеваю. Всё, пока-пока, увидимся.